это вот этот метод этот сур честно я вам могу сказать у меня не получилось ни разу сделать так откуда он взял вот эти вот такие мобильные ткани он показывает что он не оба на вот это все расщепляет вестибулярно понятно мы расщепились и вот подтягивает это как бы туннельная техника получается на сосочек и туда уж подшивает трансплантат у меня это два раза закончилось тем что я просто сделала вот здесь нёбный разрез и прооперировала так как в первом клиническом случае но это для второго класса вы видите да что уже выше цементно-малевого соединения канала на контактной поверхности которая третий класс по тарно я не пробовала оперировать пока я не знаю если они не ставлю себе никаких барьеров и запретов но пока не пробовала не знаю будет ли в моей жизни такая история и он тоже не дает клинических рекомендаций на самом деле это то что говорит если только мы сосочек оперируем если то что у нас совмещено как мы вчера с вами да я вам показывала когда мы оперируем рецессии и останавливаем параллельно этим методом виста и сосочки и рецессии устраняем это другая песня там что другая работа ну что основные прогрессические методики лечения дистрофических процессов в области имплантатов это корональное смещение я вам просто сейчас компилирую то что мы обсудили корональное смещение всегда двухслойная методика со свободным десневым депитализированным трансплантатом или метод расщепленного кармана рацкие со свободным десневым депитализированным трансплантатом а у михель там только результатом нет операции не верхней или есть а поищи пить пожалуйста михель поищи пожалуйста я просто я покажу вот такая ситуация когда мы применяем этот карман рацкие именно в переимплантной зоне у вас нету рецессии как таковой но у вас есть очень тонкий биотип и вдруг началась какая-то небольшая резорбция кортикальная то ли она произошла уже опосредованно после установки коронки то ли это произошло вследствие хирургического вмешательства вот это какая-то история произошла и у вас сквозь десну просвечивает виток имплантата часто ли вы встречаете такую историю в данной ситуации если вы не хотите делать корональное перемещение к нему нет показаний на самом деле потому что как таковой рецессии у вас нету но это надо решать решается ты с помощью применения свободного десневоудоэпитализированного трансплантата методом кармана вчера я рассказала вот да это выглядит вот так плюс минус вертон вчера мы обсудили кто такой карл рацкий это чешский профессор парадонтолог который первый в свое время он был и как бы заложником родоначальником всех тоннельных методик потому что он первый предложил что не надо там резать ничего надо вот так взять отслоить расщепить сделать там кармашек и туда что-то уже вносить какой-то пластический материал соответственно никаких сложностей вы расщепляете вот эту зону в области имплантата обратите пожалуйста внимание понятно что здесь невозможно сделать расщепление данной структуры это просто не вну технически невозможно там настолько тонкий биотип что вы просто спокойно полнослойно все что там есть отслаиваете а боковые поверхности уходите в расщепление вот билатерально от имплантата вы расщепляетесь зачем да для питания и туда на заводящих опять же по формуле мертвая зона на 2 заводите на заводящих швах этот трансплантат фиксируйте и фиксируйте снаружи прижимающим швом крестообразным нет 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 в области имплантата она у вас все просто не экротизируется люди так а мы обсуждали мы готовим вот мы когда сейчас костные дефекты обрабатывали мы же нет сейчас уже только что обсуждали когда я показывала случай вот этот вот переимплантит где нобель 12 зуб где мы кость ставили что делать на зачем для чего а что он из кости будет у вас кровь нуждать вы что если у вас трансплантат будет стоять на костной ткани он убрёт он в соединительной ткани находится у нас мы вот эти участки расщепляем вот здесь это расщепление и вот в этом месте там нету костей а как вы в карман вот в этот туннельный как чем-то заберетесь вообще да не ни в коем случае трансплантат на кость ставить нельзя это вот эти люди которые об этом рассказывают этим занимаются они да так нельзя же так нельзя делать это противоречит физиологии регенерации это просто как бы ну размутительная ситуация итак мы поставили туда трансплантат завели его на швы на вожжах на заводящие швы да мы вчера делали и прижали сверху прижимы операция сама ну очень длительная подготовка препарирования принимающего ложа потому что когда мы работаем в условиях тонкого биотипа это очень чисто технически там такие микро движения поступательные это нельзя сделать вот так пришел ширину туда и и сделал все так невозможно так не получится это очень все такая тонкая тонкая ювелирная работа но от ваш от того как вы приготовите принимающие лужи очень много зависит это зависит выживаемость вашего трансплантата и формулу не забываем что его размер если у вас в чем ошибка очень частая история у меня все у меня не приживается трансплантатами прижать трансплантаты я спрашиваю покажите мне сфотографируйте что вы делали вырезается трансплантат ровно по размеру диаметра имплантата и туда такой аккуратненько операция малюсенько он туда подсовывается а через неделю приносит его пациент на ниточке мы теперь с вами договорились что мы так не делаем размер правильное препарирование расщепление билатеральных поверхностей и сверху обязательно крестообразный обратите внимание в этом случае крестообразный шов мы проводим через межзубные сосочки это удобно вы правда имеете право пришиваться правда сквозь межзубной сосочек прям при исполнении крестообразного шва вертикального